Всем привет! Сегодня у нас четвертое января. Извините за голос, я чуть приболел, так что не знаю, когда я запишу следующее видео, как исправиться. Обещал я записать по ошибкам, которые у меня вылезают в кабинете. Практически, вот я сделал всего 41 операция у меня прошла в кошельке, из них 2 ошибки. Одна операция, вот эта на 10 телек, она не прописалась ни в блокчейн, если нажимаешь, наверное, вы знаете, есть список операций, выбираешь в обменнике и нажимаешь на операцию, у тебя должен открыться такой блокчейн, и если операция вся прошла хорошо, откроется вот такое окошечко, в котором все видно, что, чего, где. Единственное, что плохо, что здесь всего 15 операций, потому что вот они у меня ушли уже, и та операция, которая на 10, сейчас я показываю, ее уже просто я достать даже не знаю. Хотелось бы, вот первый вопрос, какой задать разработчикам элефанта. Я не могу понять, за что я заплатил 1000 евро за такой обменник, когда мне надо вручную высчитывать здесь свои операции. Я вообще не понимаю, какие прошли, какие не прошли. Вот эта операция у меня прошла, вот она, 30 декабря, я ее больше нигде в кошельке не вижу, не могу ее никак оследить, это просто я помню, что она не прошла. У меня там есть с вами переписка, и все. Эта операция еще она не прошла, она есть еще в этом самом кошельке, ее можно определить, но тоже это все вручную. Из-за чего я платил 1000 евро, чтобы считать все вручную здесь, что ли, я что-то понять не могу. И, по-моему, на 41 операцию, 2 ошибки, это очень многовато. Если сейчас снимут еще ограничения с обменников, я вообще не знаю, как мы здесь будем работать. И интересный вот ответ, вот мы дальше продолжим, да, разбираться с этой десяточкой. Она не прошла в блокчейне, там было написано красное окно, операция не прошла. И что мне ответила поддержка? Это уже вторая переписка или третья по этой. Они меня все кфаво, или FQ, как это модно говорить, отсылают. Все я там прочитал, не нашел я. И задаю вопрос, эта операция не прошла, и что ее в мусорку или ее исправят? Исправят. Хорошо, исправят. То есть потом клиенту еще один придет перевод, потому что я ему тогда, она операция не прошла, я ему дополнительно отправил. И с меня спишут по ней льки. Ответ поддержки, да. Замечательно. И как мне дальше работать? Я вот после каждой операции должен свой баланс на листочек, что ли, записывать? Что за бред-то вообще? С этими операциями, да? Ну, с этой понятно. Она не прошла, и пока, как написала поддержка, ее когда-то исправят, и она когда-то выполнится. Как это отследить и чего, я уже не знаю. Я теперь каждый вечер записываю свой баланс и начинаю отслеживать вручную. Вы еще не забывайте, что мы 10 тысяч рублей, там, по-моему, 150 евро, в месяц должны будем платить за поддержку обменника, так называемую. А это будет уже с третьего месяца. Месяц прошел, остался еще месяц бесплатный. Ну, как бы бесплатно, условно. А дальше мы будем платить по 150 евро за поддержание обменника и за поддержку. Я не понимаю, за что и чего это будет. Если с таким бардаком, непонятно. Так, а вот по этим операциям, что самое интересное, они все прошли в блокчейне. Сейчас я покажу, как я делал, да? Вот эти вот окошки я всем открыл, и вот они все прошли. То есть, это вот операции по блокчейну, они все прошли. И из-за чего появилась ошибка. Это я уже сам проанализировал, сам вижу. Потом еще лазил на сайт Ethereum, а там разбирался, что и как. Вот эта операция. Я их делал быстро, то есть, ну, в течение одной минуты две операции сделал. То есть, в следующий раз никогда не делайте одному и тому же клиенту быстрой операции. Даже вообще не делайте. Лучше делайте дистанцию где-нибудь, там, ну, пять минут пока, на первом этапе, пока мы работаем. Вот у меня две операции попали в один блок, так называемый. Там все у нас идет блоком. Видите, у всех блоки разные, а у этих двух блок одинаковые. Я считаю, что только из-за этого ошибка произошла. И здесь есть такой параметр, газ. То есть, это сколько мы платим за эту операцию Ethereum. Я уже дальше разбирался, да. И вот в этой операции почему-то вот газ пользовательский всего 54. А здесь в нормальных операциях идет газ 120. Ну, это по этой сумме, вот, они все одинаковыми были, да. Во всех 120, а именно вот в этой она не прошла. Я связывался с получателем. Он тоже такую же вырезку мне присылал. Как раз вот этой вот операции ее нет. Но в блокчейн она прошла. То есть, это уже другая ошибка. Я не даже на чьей стороне. Хотя, когда в Ethereum, в описании Ethereum, я разбирался. И там написано, что да, есть такая ошибка. Она появляется из-за того, что неправильно формируется контракт. И если контракт оплачивается как-то неправильно, то эта операция теряется. Что мне прислала поддержка на этот ответ? Проверили информацию. Один из переводов не прошел. У нас только, да, от 1 января. Его следует повторить. При этом убедитесь, что средства списались со счета. Ну, то есть, я должен убедиться. Но сам я не сильно вел подсчет своего кошелька. Потому что я не думал, что там могут что-то списаться, куда-то не убежать. Оказывается, могут замечательно. Провел я весь анализ, что да, вот эта операция, скорее всего, тоже не прошла. И сегодня я ее повторю. Получатель у нас все получит. Но, если честно, с такими обменниками работать я не знаю как. Это всего 41 операция. А мы должны, и за несколько дней, а мы в день должны делать 100 операций, чтобы выйти на какую-то прибыль. Как я смогу работать, если у меня из 50 операций 2 идут в ошибки. То есть, в день я буду иметь 4 ошибки. И потом все это вручную пересчитывать. Ну, это бред, по-моему. На сегодняшний день вот такие ошибки у нас в кошельке Elefanta. Ну, я надеюсь, что все-таки у нас начнут они исправлять. Да, еще создал на Help Elkolin, куда меня все время отправляли. Создал новую тему. Новые темы, они почему-то не отображаются. Пока их никто не видит. Мы посмотрим, что здесь они ответят, чтобы все это тоже видели, эту проблему, чтобы она высвечивалась. Потому что это не просто, что в блокчейне она не записалась. Нет, она записалась в блокчейне. Меня это и смущает, что списалась эта с меня операция, не списалась. Но они пишут, не списалась. Ну, хорошо, поверим. Всем спасибо. Надеемся, что исправят все ошибки. И у нас будет все замечательно. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok